Многие из вас уже зарегистрировали карты в кошельке GNS, но не забывайте, что необходимо также проходить регистрацию в аккаунт E-Wallet, для того, чтобы отслеживать транзакцию по карте, а также управлять картой. Для того, чтобы зарегистрироваться в E-Wallet, вам нужно с кошелька GNS перейти по вкладочке Login to E-Wallet, и система вас переведет на стартовую страницу. Для новых партнеров, для того, чтобы создать пароль, необходимо перейти по ссылке Forgot main.pk.password. Для тех, кто уже зарегистрировался, необходимо ввести main.pk и пароль, который был создан. У очень многих возникает вопрос, что такое main.pk и где его найти. Main.pk – это ID пользователя, который присваивается компанией. Этот код индивидуальный, и он создается во время регистрации дистрибьютора в компании GNS. Для того, чтобы его найти, необходимо перейти в свой G-Office, нажать на шестеренку, зайти в мой профиль, и вторая строка моей информации – это ID пользователя. Это и есть тот уникальный код, который необходим для входа в аккаунт E-Wallet. Итак, для того, чтобы зайти, мы вводим ID и также вводим пароль, который создаем самостоятельно. Очень у многих при первом входе, либо же партнеры, которые раньше пользовались аккаунтом, сейчас могут зайти и увидеть такое информационное окно. Это дополнительное окно настройки кошелька верификации. Сюда необходимо внести данные, которые вы вносили в кошелек, то есть серию и номера паспорта того документа, который вы загружали в кошелек GNS. Здесь необходимо продублировать и нажать на кнопочку «Продолжить». Далее вам откроется личный кабинет, где вы можете уже посмотреть более детальную информацию. Первое, что вы можете сделать, это сменить язык вашего интерфейса. Для этого необходимо там, где флажок, перейти на стрелочку, просто навести на нее. Вам откроется список возможных языков интерфейса. Вам необходимо выбрать тот, который для вас более удобный, и уже вам будет проще далее работать с вашим аккаунтом. Для того, чтобы вывести средства на карту, при учете, что у вас не стоит автоматический вывод именно здесь, в E-Wallet, вам необходимо, первое, чтобы на итоговом балансе было больше, чем 0, второе, вкладочка «Вывод средств». Нажав на нее, вы переходите на «Вывод», выбираете карту, она подтягивается с кошелька GNS. Это та карта, которую вы получаете от компании. Соглашаетесь с условиями, прописываете необходимую сумму вывода. Она не должна быть больше, чем на балансе. Далее соглашаетесь с условиями, вводите специальный код PIN. Это PIN-код транзакций, который вы создаете самостоятельно при регистрации аккаунта. И у вас после ввода PIN появляется дополнительное окно. Для подтверждения вы нажимаете «Подтвердить» и переходите далее, чтобы вывести средства на карту. Данные по вашей карте будут во вкладочке «Предоплаченная карта». В соответствии здесь можете ее управлять. В случае, если вы потеряли, заказали новую, чтобы ее внести, нужно именно через вкладочку «Предоплаченная карта». Данный аккаунт – это аккаунт регистрации в Украине, поэтому здесь эта функция недоступна. Но у вас она будет, и вы можете отслеживать, смотреть данные карты, а также после добавления новой удалить предыдущую. Если у вас возникают какие-то вопросы именно по работе с системой и ввод, либо же по комиссионам, которые вам приходится оплачивать, либо же по транзакциям, которые не заходят, вам необходимо обратиться в службу поддержки. Она находится опять-таки в вашем аккаунте снизу. То есть вы заходите, вам нужно просто проскролить немножко вниз. И вот этот лайв-чат – это ваша возможность связаться с оператором, чтобы задать ему вопросы. Первое, что они попросят, это все-таки установить вашу личность, попросят назвать ваш ID пользователя, прописать вашу почту, вот также дату рождения, все эти данные сверяются с теми данными, которые вы вносили при регистрации профиля. И потом уже, когда все ответы будут идентичны той информации, которую вы вносили, операторы уточнят ваш вопрос и предоставят ответ. Обращаться можно на русском, на английском, как вам удобней. Но, конечно, если на английском, то не будет так искажен ваш ответ, потому что при обращении на русском они работают с переводчиками, и иногда ответ немножко теряет смысл свой. Также по поводу автоматических настроек мы уже немножко затронули. Если вы не хотите выводить вручную постоянно, а вам удобнее, чтобы деньги переходили автоматом сразу на карту, вы можете установить автоматические настройки. Это все делается на главной страничке. Под итоговым балансом есть автоматический вывод средств, такая строка. У тех, у кого он не установлен, будет написано «Начать». У тех, у кого установлен, уже будет установлено. Те партнеры, которые установили, вы всегда можете это все регулировать, то есть при нажатии на кнопочку «Подробнее» изменить. Вы можете изменить, выбрав другую карту предоплаченную, например, если у вас произошла замена, либо же отключить автоматический вывод, чтобы вручную выводить, если вам так удобно. Также все партнеры, которые получают карту, у вас есть еще дополнительный сервис услуг. Данный информационный сервис, он у вас прописан на письме, в письме, который вы получаете с картой. Это функция для того, чтобы увидеть свой пин от вашей карты, либо же его изменить, а также просматривать баланс непосредственно карты. Если здесь вы можете видеть ту сумму, которую вы выводите на карту, то на этом ресурсе вы можете увидеть именно сумму, которая уже на карте, то есть вы можете ориентироваться, какую сумму снять. Для того, чтобы сюда зарегистрироваться, вам просто достаточно ввести номер карты. Это 16 цифр, которые есть на лицевой стороне карты, а также код CVV, это с обратной стороны, под магнитной летной, три последние цифры, и зарегистрироваться. Вам также на почту будет отправлено письмо для подтверждения. Вы там по инструкции проходите и попадаете в свой личный кабинет, где есть дополнительные функции. Это посмотреть мой пин, посмотреть мой баланс, последние транзакции. Все доступно и быстро для просмотра. Еще раз повторюсь, данный ресурс, вот preparecardstatus.com, он также у вас указан в инструкции, которые вы получаете с картой в самом конверте. Поэтому пользуйтесь. Ну, это все те ключевые моменты, которые хотелось рассказать. Желаю всем успеха и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...